К нашему эфиру присоединяется Франок Вечерко, старший советник Светланы Тихановской. С ним мы и поговорим о том, что происходит в Беларуси. Здравствуйте. Здравствуйте, Франок. Доброе утро. Доброе утро. Франок, это правда, что в Брестской области уже такая ситуация с мобилизованными, и больницы настолько перегружены работой именно с российскими военными, что они отказывают лечению гражданам Беларуси? Да, мы получали такую информацию, но сказать точно, что это массово или не массово, пока что сложно. Видели информацию тоже украинских вооруженных сил об этом. Но то, что есть болезни, эпидемии на фоне плохих санитарных условий, плохих условий в бараках, а это, знаете, россиянам отдали старые советские бараки, которые не были заселены, там нет ни горячей воды, там нет ни отепления нормально, то развитие болезни абсолютно не исключено. Плюс мы понимаем, что их держат отдельно от белорусов, чтобы они минимально сталкивались с белорусскими солдатами, чтобы не обменивались информацией, не доверяют белорусам. Ну поэтому их держат в такой изоляции, в таком гетто, чтобы не дать что. Но держат как бы прозапас, вдруг пригодятся или при следующей атаке на Украину, или при надобности взять под контроль Беларусь. Скажите, пожалуйста, среди этих госпитализированных военных, сколько из них, если такая информация есть, и можно предположить, сколько из них симулянтов? Абсолютно точно много. Ну как симулянтов? Там на больничку соскакивают солдаты постоянно, особенно когда призывники, особенно когда война. Даже в мирное время попасть на больничку в зимний час – это самое удачное, что солдатам может случиться. Понятно, что Лукашенко сейчас пытается всячески подлезать Путину, быть полезным, быть важным. Он же постоянно говорит, мы же тут лечим русских солдат, мы не воюем против Украины. Все понимают, что это полное вранье, и Лукашенко виноват, и Лукашенко дал добро на обстрелы с белорусской территории. Но вот это лечение – это такая, как это, ширма, за которой делаются плохие дела. И я знаю также, что некоторые доктора отказывались лечить российских военных, знаю, что некоторые отдают эти дела, когда ими передают. Даже в военных госпиталях, хотя там и доктора военно обязаны, они все равно стараются не брать. Это считается таким фе, недостойным белоруса. Вот братья дела российских воен. А, Франок, мы правильно понимаем, что социальное напряжение, в частности в Брестской области, растет не только из-за того, что мобилизованные российские солдаты замучили местных врачей своими диареями, непрекращающимися. Они же еще как-то контактируют с местным населением. Все их места пребывания расположены, как правило, возле каких-то населенных пунктов. Что говорят местные населения? Как себя ведут российские солдаты? Вы знаете, на самом деле сейчас они не так часто пересекаются с местным населением, но местное население видит эти колонны машин с знаками В, З, которые передвигаются. Так, чтобы они общались, они не общаются. Обычно те, кто попадают в больничку, это военные госпиталя, окруженные там КПП, проход только пропускам, только для военных. И сейчас наоборот. Они, русские, научились опытом, с опыта февраля и марта, они стараются как-то держать отдельно от белорусов. Потому что что? Белорусы фоткают на камеру, записывают данные, передают в белорусский гаюн, передают украинцам. Когда эти бедные россияне пытались, бедные россияне пытались награбленное в Украине оборудование переслать в Россию, эти жестокие, злые белорусы фоткали это все и публичили имена этих людей. И с этого времени просто их держат в секрете, отдельно от белорусов, чтобы минимум не было возможности их идентифицировать. Потому что сейчас одна из самых наших успешных, наверное, компаний, это вот именно компания Name and Shame, когда люди идентифицируют технику людей и потом это сбрасывают в паблик. Ну и поведение, как мы понимаем, тоже оставляет желать лучшего. Есть тоже информация о том, что российские военные любят отдохнуть хорошо по своим традициям. В том же феврале и марте, о котором Франок говорил, там было много видео, которое подтверждало даже не факты алкоголизма, а культ алкоголизма российской армии. И местные жители тогда очень сильно страдали от этого, мы помним. Вы заговорили о расследователях из белорусского Гаюна. Они зафиксировали за последние два дня 8 прилетов российских Ил-76 в Мачурище. Якобы они вывозили ракеты С-300, С-400 из Беларуси. Что вам известно об этом? И правда ли, что перебрасывают они эти ракеты в Донецкую область? Да, это одна из версий, которую мы разрабатываем, коллеги разрабатывают, что они вывозят оружие. Сначала они вывезли несколько сот танков Т-72 и Т-72А и Б, те, которые на ходу, потому что общее число танков там больше за тысячу, но на ходу только несколько сотен, скорее всего. А сейчас они начали перевозить и другие виды вооружения, потому что не хватает вооружения на Восточном фронте. Что, с одной стороны, значит, что в ближайшее время, мы надеемся, не будет массовых обстрелов из белорусской территории. И на самом деле их стало меньше, реже. И это благодаря не Лукашенко, а благодаря белорусскому обществу, которое активно спротивляется войне. Но, с другой стороны, зачем тогда им держать столько военных, российских солдат на белорусской территории. И тут у нас версия, что цель этих военных, в том числе, которые в больничках, не Украина, а цель – это контроль над Белоруссией. Чтобы, когда будет ситуация неспокойная, когда Путин будет проигрывать, российская армия отступает по российскому украинской, чтобы вдруг и Белорусь не пошла следом. И поэтому они хотят просто сохранить контроль над Белоруссией, насколько это возможно. А про самолеты еще не забывайте про Миги 31-е, что они тестировали модифицированную версию Мигов для переноса ракет кинжалов, тех, которые использовались в Украине пару раз в последние месяцы. И вот это на самом деле опасно. Если такие атаки будут с белорусской стороны, это очень опасно для Украины. Украина уже на границе с Белоруссией строит железнобитонный забор с железной проволокой. Скажите, пожалуйста, есть ли уже какая-то внутренняя реакция или какие-то ответные подготовительные действия, о которых мы можем рассказать, о которых вы знаете? Ну, со стороны Лукашенко, то там копаться в голове – это очень неблагодарное дело, потому что там уже такая глубокая шизофрения и страх всего, страх предательства. Он не снимает эту военную форму и в ней ходит. Мы понимаем, почему Украина строит этот забор, чтобы исключительно минимизировать риск наземной операции со стороны Белоруссии. Хотя, знаете, смотря по белорусским настроениям и абсолютному неприятию войны, мне кажется, что участие белорусской армии, несмотря на всю шаленую пропаганду, оно невысокое. Но вход российских войск через Белоруссию, имя, да, будет там несколько дней, чтобы перебросить нужные войска, он возможен. Поэтому это ограждение, возможно, поможет украинцам как минимум выиграть время. А время для того, чтобы на Восточном фронте продолжать освобождение городов. Но мы также знаем, что уничтоженные партизанами железнодорожные сообщения в некоторых местах, они не были восстановлены. Наши партизаны тогда хорошо поработали. И помните, когда огромная колонна стояла от границы в сторону Киева, у российской военной техники, они просто остались без снабжения, в том числе благодаря нашим партизанам. Так вот, я думаю, что сейчас такое снабжение им восстановить не удастся. И к очередному наступлению с белорусской территории россияне просто не готовы. Но обстрелы они будут делать. И нахождение там и Искандеров, и Мигов, оно очень такой опасный предвестник. Ну и как минимум они будут держать напряжение украинские вооруженные силы. Франек, из-за риска участия и белорусской армии в наземной операции против Украины, мы внимательно следим за состоянием белорусской армии. Учитывая те факты и те данные, о которых говорят разведки мира, о том, что Лукашенко помогал вооружением Путину, в каком состоянии сейчас находится белорусская армия в плане вооружения? Насколько ее обезоружила вот эта российская война уже на сегодняшний день? Это такая попытка так откупиться от Путина. Конечно, он понимает, что больше он дать не может. У Путина тяжелые дни последние. И поэтому вот эта высылка вооружения на Восточный фронт, или как его правильно назвать, это, конечно, такая попытка быть хорошим мальчиком в глазах отца. Лукашенко пытается показать, что он единственный, неповторимый, самый нужный союзник, готов отдать последнюю рубаху. Большинство этих ракет, много из этих ракет, но много из ракет и вооружения, которое передается, оно еще с 80-х годов и 90-х годов. И не все ходовое. Поэтому есть огромное количество брака. И даже если русская армия будет с этим работать, то не исключены и несчастные случаи, там нужно все много-много перепроверять. Так же, как и в российской армии, да, коробки, засыпанные песком, поступали российским военным на фронт, когда они были там в самый тяжелый момент операции. Так же самое с этим вооружением. Оно разграбленное, неухоженное. Лукашенко не инвестировал в русскую армию, он инвестировал в репрессии, в КГБ, в террор над населением. Ну вот сейчас приходится откупаться, чем попало. С другой стороны, мы видим, что Лукашенко усиляет репрессии. И сейчас за любое слово, за любое действие, огромные сроки получают и огромное количество военных, и офицеров в том числе в тюрьмах. Мы знаем про политзаключенных активистов, но они вот выходят сейчас некоторые на связь и говорят, что, знаете, камеры переполнены военными и чиновниками. Вот такие огромные чистки начались именно после начала войны. Вы говорите, что есть попытка откупиться от Путина, что есть попытка Лукашенко показаться хорошим, белым и пушистым. А что, можно сказать, о изменении его риторики в последнее время? Ведь перед саммитом 20-ки мы видим, что Путин не едет, он нежеланный гость. Может быть, Лукашенко уже понимает, что пора с кем-то другим начинать дружить и пытается донести самим белорусам о том, что Россия, да, но мы все-таки ближе, например, с Китаем. Ну, условно говоря, да? Как-то меняется его риторика как так называемого руководителя страны? Его риторика меняется от утра до вечера, от порывов настроения. Искать такое стратегическое изменение риторики не стоит. Он все равно ментально русский человек, советский человек, он сам себя таким называет. Ему Путин ближе своего собственного... Россия, скажем так. И вот этот русский мир ближе собственного народа, в котором он видит предателей, которые хотят в Европу. Да, он говорит, что мы не хотели, нас заставили, и мы же вообще не воевали, а мы просто лечили, и украинцев лечили. Конечно, он пытается как-то понравиться, увильнуть. Начали бить по нему санкции, которые вот только сейчас начали работать. Буквально в апреле, там, часть нефтяных санкций и калийных. Остальные вот в сентябре. И он сейчас понимает, что ему без передышки, без такой разморозки, ему просто долго не продержаться. Также причиной, наверное, тому, что Путин больше не поддерживает финансово так, как ожидал. Раньше Путин как? Он приезжает, получает полтора миллиарда. А сейчас Лукашенко нужно как следует постараться, чтобы получить даже миллиард. И то не всегда это происходит. И из-за этого у него такая невыкрутка. Он сейчас в таком загнанном в угол положении. Пытается как-то и рыбку съесть, и ног не замочить. Франок, ну, после успехов вооруженных сил Украины на Херсонском направлении, как вы считаете, снижает ли это возможность участия белорусской армии в этой войне? Все-таки Лукашенко же видит, какая реальная ситуация, анализирует? Реальность участия белорусской армии и так низка. Вы не представляете, сколько нам приходит сообщений, сколько коммуникаций от военных, от настроений. Там огромная паника от самой идеи. Бывает, приходит идеолог или приспускают циркуляр в столице, что вот готовимся там тренироваться. И сразу паника у людей. Поэтому даже если будет какой-то там приказ, это просто повернется против. Это будет суицид для Лукашенко. А сейчас после Херсона, после освобождения, после этих героических съемок и снимков взятия, сейчас этого желания станет еще меньше. И, конечно, это меняет настроение среди номенклатуры, среди бизнесменов, даже придворных, даже сторонников Лукашенко. Что больше и больше людей от него отворачивается, он это чувствует. Многие уезжают из страны. Еще недавние там пособники, дружбанные олигархи, с которыми он вместе пил и охотился, выезжают из Белоруссии и выводят и бизнесы, и активы. Он остается одним, а остальные убегают. И, конечно, каждое изменение, каждый успех украинской армии дает нам огромную энергию, силу, вдохновение на продолжение борьбы. Но и мы сейчас огромный упор делаем именно на раскол элит, на раскол чиновников-силовиков и на невступление Беларуси в войну. И пока что у нас это более-менее получается. Понятно. Спасибо вам за этот разговор. Франок Вечерко, старший советник Светланы Тихановской, белорусский оппозиционер, присоединялся к нашему эфиру.